Всем привет друзья, это ТОП ДОТА. И сразу о двух вещах. На ближайшую неделю я поставил себе челлендж – делать видос каждый день. Так что поддержите меня лайком, если вам конечно не сложно. Ну и второе, в названии видоса не кликбейт. Valve действительно могут остаться без инта, но обо всём по порядку. Поехали. Моба от третьего лица, бесплатная и без крышесносного доната. Всё это парагон. Советую чекнуть по ссылке в описании. И кстати, я недавно делал на неё обзор, если пропустили можете глянуть, за ссылкой туда же. Итак, Интернейшнл, что ему грозит и чем он грозит нам? Сейчас, когда я записываю этот ролик в январе 2017-го, он нам грозит чуть ли не своей отменой, ну или же как минимум сменой места своего проведения, чего уже точно не избежать. В общем, читал я сегодня ночью новости и вот на что наткнулся. The International может остаться без дома. Ки-арену, в которой Valve проводили ивент в последние три года, могут снести. Да, такая вот инфа. И если изучить её подробнее и перейти по источникам, то весёлого вы в ней не найдёте ничего. Заявление о сносе было объявлено не кем попало, а самими владельцами Ки-арены, то есть властями Вашингтона. Именно в их расположении находится главная арена дотеров, которую Valve всего лишь берут в аренду каждый год. Кроме доты, на этой площадке транслируют также и другие мероприятия. Например, баскетбольные матчи, концерты и т.д. Но в последнее время правительство Сиэтла начало замечать, что Ки-арена не соответствует современным стандартам, проседает и, так сказать, позорит их имидж. Это звучит весьма забавно, учитывая то, как все наши комментаторы фапали на недостижимо высокий уровень комфорта и масштабность этой постройки. Но позицию властей понять можно. Арену построили целых 55 лет назад. Только вдумайтесь, более полувека этот стадион уже стоит на своём месте, где его построили ещё чёрт знает когда. Понятное дело, что теперешним стандартам отвечать уже сложно. Поэтому верхушка Сиэтла приняла решение закрыть Ки-арену на ремонт, а то и полную глобальную реконструкцию, которая по сути означает чуть ли не постройку с нуля. До 12 апреля они будут принимать предложения инвесторов, так что если у вас есть там лишних каких-то 200 миллионов долларов, то можете им написать, а потом вынесется окончательное решение – отремонтировать, полностью реконструировать или же вообще к чертям снести стадион и построить новый. Ну а для Valve это сейчас означает только одно – в спешке искать альтернативы и место для проведения Инта 2017. До начала турнира ещё более полугода, но найти новую арену на самом деле не так-то и просто, особенно если не менять город поисков. До этого самого момента Инт проводили три последних раза в той самой Ки-арене, вместительность которой 17 тысяч человек, один раз в Бенароя Холл, который вмещает в себя жалких 2 500, и первые два раза были вообще пристрелочными и несерьёзными, без того размаха, который свойственен к турниру сейчас. Да и проводились они, насколько я знаю, не в Сиэтле. Так что вариантов у Valve сейчас не очень много, в Ки-арене в этом году уже точно ничего не провести, потому что летом как раз будет полным ходом идти реконструкция, а в Бенароя Холл возвращаться уже тоже нельзя, потому что все желающие туда буквально не влезут. Ну а искать какие-то новые варианты в пределах Сиэтла тоже не приходится, потому что огромных стадионов там, понятное дело, не так уж много. Если бы они там были, то их бы все заметили. И остаётся либо сваливать в другой город, либо вовсе отказываться от проведения Инта в 2017 году, чего, понятное дело, скорее всего, не будет. Лично я склоняюсь к тому, что Valve обратятся за помощью какой-то организации по проведению таких турниров, и те найдут им что-то реально жёсткое и намного более крутое, чем Ки-арена, но к сожалению точно не в Сиэтле. Возможно им станет United Center из Чикаго, на котором проводят свои игры Chicago Bulls, потому что даже по вместительности он обыгрывает Ки-арену и в него влезает практически 20 тысяч дотеров. А как вы думаете, где будет проводиться следующий Инт и будет ли он проводиться вообще? Пишите в комментах, почитаем, но я пошёл, надо бы запилить видосик на завтра. Удачи!